В программу Вести обратилась Ольга Ионова с просьбой помочь собрать средства на лечение ее сына Арсения. Вот уже шестой год родные и близкие неравнодушные люди борются за жизнь семилетнего ребенка. У Арсения тяжелое онкологическое заболевание. Мама ребенка рассказала о болезни и о том, как проходит лечение. Тему продолжит Аслан Гирюгов. Арсению Ионову 7 лет. Уже который год мальчик борется с тяжелой болезнью. Шесть лет назад у ребенка обнаружили онкологическое заболевание – нейрообластому забрюшинного пространства. Так как само лечение и прохождение процедур невозможно в нашей республике, семья переехала в Краснодар. Арсений прошел через множество операций и процедур. Все это негативно повлияло на состояние здоровья и иммунную систему. За время лечения мы прошли очень много видов. И химиотерапию, и лучевую терапию, и пересадку костного мозга. И опухоль не сдается, остается остаточная опухоль, которая неоперабельная. Последний наш шанс – это иммунотерапия. Но, к сожалению, это очень дорогостоящее лечение. Нам нужно 25 флаконов. Цена одного флакона – миллион триста. В нашей семье это не под силам. Поэтому мы обращаемся ко всем добрым людям, ко всем, кто протянет нам руку помощь. И очень благодарны будем за это. Данный препарат называется «Динутуксимаб-Бета». Он дорогостоящий из-за того, что не запатентован в России, и аналогов ему нет. Лекарство провоцирует работу иммунной системы, чтобы организм распознавал раковые клетки и уничтожал их. Чтобы приобрести препарат и начать лечение, нужны средства. Необходимо собрать сумму в размере 32 миллионов рублей. Само лечение в течение года будет проходить в Санкт-Петербурге. Лечение само сложное. Все это под наблюдением, под аппаратурой. В некоторых случаях даже ребенок находится на долгих обезболивающих, на наркотических средствах, потому что очень сильные боли, живот, голова, падение анализов, тромбоциты, лейкоциты. Все это очень сложно. Поэтому в таких условиях должно все проходить. Также мама ребенка Ольга Ионова отметила, что на данный момент помощь оказывает несколько фондов. Подари жизнь, Подари шанс и Ксения. Они собирают средства на покупку 8 ампул данного препарата. В свою очередь, врачи, которые будут вводить данное лекарство, отметили, что лечение можно начать, если в наличии будет уже 15 ампул, чтобы в дальнейшем собрать оставшуюся сумму и спасти жизнь ребенку. Всю подробную информацию можно узнать на странице Ольги Ионовой в Инстаграм. Аслан Гирюков, Роберт Жигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия.